Фэн-шу это считается не очень круто. И я, естественно, тоже пал жертвой этой истерии. Это зубами выдрал своей мамы, потому что я просто обожаю этот стиль. Лучше заплатить один раз за хорошую технику, чем вот по несколько раз, как я, покупать. Ребят, это был просто какой-то кошмар. Всем привет! С вами Оля Качанова, и сегодня мы снова пойдем смотреть, как живут другие. Мне кажется, сегодня будет потрясающий ролик, потому что очень многие из вас просят однушки, маленькие пространства, а у меня здесь сразу несколько крутых решений. Я уверена, что вы оцените это в комментариях, если они у вас будут. Ну и не смею вас задерживать больше, идем смотреть. Саш, привет! Привет! Спасибо большое, что пригласил меня. Однушка у тебя действительно очень красивая, прям стильная, и меня очень впечатлило, что ты делал все сам. В двух словах, какая площадь? Здесь 30 с небольшим квадратных метром. Один живешь? Да, сейчас да, но один и половина, у меня еще хорек на балконе. Так, ну что, идем смотреть. Пойдем начнем с кухни. Давай. Ну, идти недалеко. Вот мы и на кухне. Что здесь интересного могу рассказать? Прежде всего, как ты уже могла заметить, здесь нет стены. Да. По нормам БТИ это не совсем правильно. Но если, например, ко мне нагрянутся проверка, я всегда могу сказать, что здесь может быть предусмотрена стеклянная перегородка, и это решает проблему. Почему это необходимо? Потому что мы сейчас с тобой находимся в пятиэтажной хрущевке, и здесь газовые плиты. Да. Поэтому это необходимо. У меня сразу вопрос про газ. Там как-то есть доступ к газу? Опять же, по нормам необходимо оставлять трубу. Она здесь во всех планировках присутствует, но она настолько уродливо смотрелась, что невозможно было от нее отвести взгляд. Сейчас, извините, я перебью, 90% людей почувствовали твою боль, кто живет с газом. Да. Поэтому нужно было что-то срочно придумывать, и вот пришло такое универсальное решение, как люк. Просто я вот туда нажимаю, и вот там плита... О, господи, надо сначала снять комфорку. Но в любом случае можно добраться до вентиля, вот он там, и отключить газ, если это необходимо. Да. Вот. Мне очень нравится решение с фартуком. Зеркала просто вырезаны? Когда я увидел эту плитку, я понял, что хочу ее немного разнообразить, потому что, наверняка, ты знаешь, несколько лет назад была истерия по поводу мрамора, и особенно белого, с всякими вкраплениями. Она продолжается. Да, вот. И я, естественно, тоже пал жертвой этой истерии, но мне хотелось чего-то поразнообразнее, и так как ты уже заметил, площадь небольшая, зеркала – прекрасный выход для людей, которые хотят расширить пространство. Для меня это вот было вот такое решение. Сейчас зеркал здесь немного, но изначально они занимали практически половину фартука, но когда я сюда пришел и увидел, когда их вот только-только нанесли на стену, я понял, что у меня может случиться какой-то приступ анкзайти и вообще какой-то панической атаки, если я это все оставлю. Потому что мне почему-то казалось, что зеркала не будут преломлять изображение, а будут как бы отображать все прекрасно, да, как и зеркало это делает. Но нет, если их, естественно, вырезают, они преломляются, и изображение ужасное, то есть ты как-то неправильно отображаешься. Как в калейдоскопе немножко, да? Да, и это, конечно, очень давило, вот, чисто визуально, поэтому я решила отказаться от этой идеи, оставила только вот небольшие вкрапления, чтобы свет дневной отражался и расширял пространство и делал его более ярким. А там нет дверцы, это секрет какой-то? Смотри, это нет ничего более вечного, чем временное, потому что эта ниша предусмотрена специально для духовки. Ага. Да, и я ее не купил, и вот живу здесь уже два года, и до сих пор не приобретаю ее, и эта ниша приобрела вот такой вот вид пейнчей, то есть кладовой. Вот. Естественно, я все-таки, наверное, к зиме куплю духовку, потому что мне без нее сложно, я люблю готовить, поэтому вот здесь у меня, например, только две комфорки, потому что мне хотелось расширить пространство и как-то вот создать этот, знаешь, такой, ну, рабочую поверхность. Да, я хотела отметить, что, и хотела спросить, что у тебя большая рабочая поверхность. Обычно мужчины этим не страдают. Я живу один, и, как и большинство людей, наверное, страдаю от того, что мне там, не знаю, уже приелась эта еда из доставки, и я стараюсь что-то себе готовить постоянно, чтобы, вот, ну, не знаю, разнообразить как свое меню. Сразу же я понял, что на этой кухне нужно искать решение проблемы, и вот купил небольшую плиту, и также я сделала небольшую мойку. Где ты ее нашел? Потому что их реально мало. Расскажу. Здесь нет никакого секрета. Я был на строительном рынке Синдика и искал кухню. Не знаю, зачем я туда поехала, это была не очень хорошая затея. Кстати, вот эта кухня, которую я там нашел, там же я эту мойку и приобрел вместе с кухней. Она была, она шла в комплектации. Не могу сказать то, что это лучший вариант, и я бы повторил на свою покупку, потому что крепление у этой кухни не очень хорошее. Дверок? Да. Вот, например, эта дверца, она уже сломана. То есть, если, например, я ее открою, то можно заметить, что она шатается. Да, поняла. Вот, и я стараюсь ее не тревожить лишний раз, но вот, к сожалению, я понимаю то, что проблема с будущим только начнет усугубляться. А так, знаешь, она симпатичная и выглядит вообще не на свои деньги, стоила она приблизительно 200 тысяч рублей, вот, но выглядит, мне кажется, достойно. Очень хорошо. У тебя узкие верхние шкафы или они утоплены как-то хитро? Они утоплены, да. На 60-ю стену, да? Можно заглянуть? Да, да, конечно, заглядываю везде. Вот. Ага. То есть, фартук настолько выдвинут? Из-за трубы. Газа. Все, поняла. Мы же прятали трубу. Поняла. Вот, можно, видите, заглядывать, если хочешь, то есть, нет никаких секретов, ничего не прячу, ничего сверхъестественного. Здесь, например, я храню все приспособления для приготовления пищи. Ну, здесь есть немного, но не хватает. Угу. Вот. А что еще? Посуда мощная есть при такой маленькой рамке? Нет, потому что я тебе расскажу, вот, зрители узнают чуть позже, у меня достаточно маленькая ванна, и мне нужно было понять, куда мне засунуть стиральную машинку, поэтому я не придумал, что лучшее, как засунуть ее сюда. Здесь вторая машинка Бека. Сразу хочу сказать, чтобы вы не покупали ее никогда в жизни. Это вторая машинка, которая здесь находится. Первая сломалась буквально через полгода существования. Я на эту просто молюсь, постоянно думаю о том, господи, не дай бог она прольется, просочится вода, и вообще у меня вечная главная боль с этой машинкой. Вот. Так, и вот этот шкаф, это холодильник. Да, это холодильник, здесь вот, все как у людей. Да. Так, сейчас попробую открыть аккуратно эту дверцу. Ну вот, а здесь холодильник тоже устроенный. Холодильник совершенно обыкновенный, тоже та же фирма Бека, не знаю, вот почему-то пал на нее выбор, потому что у них были небольшие холодильники, которые можно было встраивать. А холодильник и стиралка входят в стоимость кухни? Нет. Вся техника покупалась отдельно. Холодильник был относительно бюджетный, он стоил в районе 12, что ли, тысяч рублей, то есть совершенно какие-то хорошие деньги были. Также стиральная машинка стоила в районе 20 тысяч рублей, то есть тоже. Но скупой платит дважды, ребята, лучше заплатить один раз за хорошую технику, чем вот по несколько раз, как я, покупать машинки. Вот. Двигаемся дальше. Я не могу не отметить твои картины. Они, откуда они твои? Смотри, я вообще очень люблю живопись и коллекционирую ее. Эти картины, они из разных мест. Вот, например, эта такая настроенческая картина приехала ко мне из Питера. Художник достаточно дорогой, но в этой картине он допустил ряд ошибок, которые обыватели не видны, поэтому она и заслужила такое вот почетное место в моем доме, потому что только я вижу, что в ней не так. Например, здесь потертость и там смещен горизонт. Здесь слишком многомождено, здесь нет. И из-за этого ее стоимость сократилась в два раза, и что позволило мне ее приобрести, не на радость на нее. Круто. Но она еще тематическая, как бы кухня и тут такая тюрьма. И вот эта классическая, знаешь, я немного зашла, когда удивилась от того, что у молодого человека дома такие классические картины. Ты знаешь, я не знаю, с чем это связано. Я всегда был большим любителем французских интерьеров. Елочка, белые стены, лепнина, золотые рамы. Мне все это складывало для меня весьма симпатичный образ. И поэтому вот эта картина, которая называется «Лето», приехала ко мне вообще из другого города, долго шла и долго ждал. Но мне кажется, она такая яркая и такая теплая. Я сразу представляю бабушку в деревне, и вот у нее на подоконнике такой зной стоит прекрасный букет полевых цветов. Я прям полностью согласна про то, что напоминает про бабушку. И так как мы находимся в пятиэтажке, в хрущевке, прям это такой тонкий момент, вот правда. Я заценила сразу, когда зашла. Идем дальше. И опять же, ты обыграла это все креслами. Видно, что они ретро. Не то чтобы ретро, а не под ретро. То есть на современный мотив старые силуэты. Их я просто зубами выдрал своей мамы, которая купила их себе. Но я сказала, мама, мне нужны эти кресла. Во-первых, потому что у них белые ножки. Да. Ты знаешь, я не знаю почему. Вот сейчас так сложно найти кресло с белыми ножками. А в эту квартиру я не мог позволить себе ничего другого, чем белые-белые ножки. Потому что они визуально поднимают мебель. И с ними она не кажется такой грузной. Да. Вот. Поэтому здесь они нормально вписались, несмотря на свой большой такой вес и объем. То есть в них очень приятно сидеть, приятно смотреть фильмы. И вообще я вот за ними отдыхаю. Конечно, такой трон вообще на самом деле. Ну правда. Да. Откуда стол? Стол это тулев. Точнее версия, реплика знаменитого стола тулев. Его я приобрел в интернет-магазине. Долго на нем охотился. Потому что очень много некачественных подделок. Этот стол очень-очень-очень сильно напоминает оригинал. У него глянцевая поверхность. Все в моем доме гармонирует. Например, вот кухня, да, она сочетается со столом. Мне казалось это важным. Потом я вот придумал вот такие вот подставки под горячее. Да, я тоже хочу проникнуть. Это настоящие слэбы мрамора. И они тоже, видишь, сочетаются так вот с фартуком. Как я говорил ранее, я очень люблю французский стиль. Но я при этом не могу терпеть, когда его пытаются запихнуть в маленькое пространство. И поэтому здесь и есть какие-то элементы, но они все преобразованы с учетом того, что здесь действительно маленькая квартира. И я не мог, например, сделать лепнину, потому что это было просто смешно. Я тогда вообще как бы мышью в норе жил бы. Вот. Здесь просто сделаны такие светильники по периметру. И они как бы вот так вот ненавязчиво тоже пытаются как-то поднять этот супер маленький потолок. Мне даже страшно сказать, это 250. Незаметно. И за счет вот этой перегородки, которая тебе так не нравилась, тоже незаметно, потому что она как будто выше делает. Чуть попозже мы раскроем эту тайну. Сейчас пока рано. Так, двигаемся по очереди. И радиаторы вы поменяли, и всегда сложно найти что-то хорошее. Посоветуешь их? Эти радиаторы я приобрел на строительном рынке Синдика. Мне хотелось чего-то глянцевого, потому что кухня, стол. И мне хотелось, чтобы это как-то все интегрировалось вместе в пространство. Вот. Эти батареи очень жаркие. Я вообще жалею о том, что я набрал столько делений. У меня на кухне вообще их три. И я только ими довольствую зимой. Эта батарея всегда отключена. Вот. И еще вот это вот окно в пол. Опять же, французские мотивы. У них у всех практически окна в пол. И вот единственное, что мне можно было сделать в пол, это вот эту дверь. Ну, слава богу, хоть она получилась, это нельзя ломать. Я хотела вообще просто снести вот это, но это фасад дома. Естественно, никто это не разрешит сносить. Идем дальше. И я хочу, во-первых, спросить, из чего пол, потому что тоже это всегда важно. Это ламинат. И, ты знаешь, мне было принципиально, чтобы он был в конфигурации елочка, потому что я просто обожаю этот стиль. И, к сожалению, она весьма дорогая. И мне нужно было найти что-то, что было бы красиво, но и бюджетно. Я нашел такой ламинат, и он может разные создавать рисунки. Как угодно можно его практически поистелить, хоть ромбиком. Вот я вот такой вот. То есть он маленькие дощечки из себя представляет, да, по отдельности? Да, да, да. И у них там какие-то крепления разные с двух сторон. То есть ты можешь как-то им играть. Так как ты все здесь делал сам, с точки зрения дизайна, у меня вопрос, чем ты вдохновлялся? То есть где смотреть такие картинки, чтобы получилось, как у тебя? Вот, знаешь, я не могу сказать, что я чем-то вдохновлялся. Просто я достаточно много путешествую и стараюсь запоминать те идеи, которые мне по душе. Эта квартира крошечная. И я сразу понимал, что здесь не должно быть вообще практически ничего, кроме того, что мне будет необходимо для жизни. Поэтому изначально я сказал бригаде, что мне нужны белые стены и красивый пол. Все остальное дополню сам. Это в стиле американцев, потому что, наверняка ты заметила за свою большую практику, русские люди очень любят преобразовывать стены. Какие-то там, не знаю, цвета невероятные, обои. На мой взгляд, мы с годами меняемся и может произойти так, что нам захочется поменять что-то. А это будет невозможно, потому что обои сложно отодрать, только нужно делать ремонт. Поэтому я все здесь в этой квартире старался сделать, знаешь, таким универсальным. Белые стены – красивый пол, а все остальное – это аксессуары. Шторы можно поменять. Кстати, со шторами интересная история. Я поехал в Икею совершенно за другими шторами, за зелеными. Но я, когда увидел эти, я понял то, что это будет что-то невероятное. Желтый цвет, он невероятно, знаешь, делает квартиру уютнее, что ли. Теплее, да. Да, теплее намного. Тем более, здесь солнечная такая сторона, и квартира сразу, да, становится теплее. Это право. Ну, здесь много разных картин. Не все они от каких-то там знаменитых художников. Многие из них были найдены просто на просторах Авито. Вот. И я очень рад и горд, потому что они теперь составляют части в моей коллекции. Идем дальше. И, ну, наконец-то, мы дошли до планировки. Вот теперь ее видно. Хочу обратить внимание зрителей сразу, что это типовая однушка в хрущевке. Но вы видите, здесь секретик с двумя дверями. Сейчас мы заглянем в них. Ну, получается, вот эта стена перенесена, так? Эта стена, она возведена. И здесь раньше был коридор, который вел на небольшую кухню. Вот. Я как только вошел в эту квартиру, когда она еще была просто в заброшенном состоянии, я понял то, что так жить нельзя. Я не могу жить в какой-то вот реально норе. Мне нужно здесь рушить стены. Вот. Но когда я разрушил стены, образовалась эта вот балка. И эта балка, вот, знаешь, вот просто ни к селу, ни к городу. Я не понимала, что с ней делать. Господи, она вот нависала. И так жутко смотрелась. Рубила квартиру пополам и так маленькую. И я понял, что нужно ее как-то вот интегрировать в пространство. Тогда пришла идея с гардеробной. Точнее, знаешь, гардеробная пришла не сразу. Сначала я хотела сделать большую ванну. Здесь у нас ванна прячется, а здесь гардероб. Вот. Но по нормам я не могу перенести ванну в жилое помещение. Потому что это уже коридор, жилое помещение. Поэтому вот решил не городить здесь шкафы, а сделать гардеробную комнату. Можем заглянуть. Давай, обязательно. Вот. Тожди, секунду. Я хочу вот отметить, ребята, друзья, вот когда заходишь в обычную хрущевку, ты попадаешь в такое вот пространство, свободное, широкое, да, с картинами, с цветами, и с двумя дверьми. Прям я зашла и не поняла, где я оказалась. И вот он гардероб. Да. Это единственные места хранения? К сожалению, да. А под кроватью? Под кроватью нет. Знаешь, почему? Странное объяснение по фэн-шу, это считается не очень круто. Да, и ты поэтому туда не... Да. Вот. Но про кровать вообще отдельная история. Это гардероб. Гардеробная комната. Гардеробная маленькая. Комната крошечная. Но мне хватает. Вот у меня вот такая вот здесь стоит конструкция из Икеи. Я покрасила ее в золотой цвет, чтобы она как-то вот более симпатично смотрелась. Купил такие вот небольшие ящики, которые идеально подошли по размеру. И так хорошо сочетаются. Да. И вот здесь у меня вся обувь спрятана. Здесь там, не знаю, нижнее белье, спортивная одежда. Там я храню постельное белье, полотенце. И какие-то книги, там, не знаю, приспособления для съемки, потому что у меня свой канал, как ты уже знаешь. Вот здесь у меня хранятся. Также вся одежда. Я не могу сказать, что я какой-то шопоголик. У меня все, знаешь, по нуждам. Поэтому у меня немного одежды. А зимнюю одежду я храню у родителей. Поэтому мне хватает. Получается, здесь где-то 2 квадратных метра. Ой, да. Не больше. Очень круто на самом деле. Вот смотрите, здесь хранится сушка, гладильная доска. Да. Все есть. И где ты сушишь в итоге белье? Вот туда выставляешь? Я выставляю ее в комнату. Да, сушку. И раньше хотел застеклить балкон, но в таких квартирах это не представляется возможным, потому что очень старые балконы. И это сложно. Страшно туда что-то вообще делать. Да, даже выходить страшно. Ага, хомяка не жалко. Он не такой тяжелый, как я. Так, идем дальше? Да. Заходя вот сюда, мы выпадаем в ванну. В ванну у меня вот такого серого цвета. Эта плитка вышла у меня, конечно, в копеечку, но, ты знаешь, возвращаясь к мрамору белому с серыми прожилками, я могу сказать, что я ехал за ним, но когда увидел вот эту плитку, я понял, что я... Я вот без нее я отсюда не уеду. Это Atlas Concorde. Достаточно дорогая плитка. И, как ты могла заметить, здесь достаточно такие, ну, большие плиты. Это сейчас в последнее время набирает обороты, там, моду какую-то. Но я не этим руководствовался. Я всегда любил цельные конструкции. И когда я увидела, что у них прям слэбы можно аж купить этой плитке, захотелось сделать целый слэб здесь. Вот прям плиты огромные. Но, к сожалению, они не прошли в дверь, поэтому пришлось немного уменьшить свой пыл. Вот. Что здесь? Ну, и здесь все достаточно прозаично. Туалет, душевая кабина, значит, умывалка. А как она открывается? Вот эта? Нет, душевая кабина. Вот, вот так. А, достаточно широко открывается. Да, да. То есть, это все было продумано. Я, конечно, очень люблю ванны. Я прям вот, знаешь, у меня к сердцу крови обливалось, когда я понимала, что она здесь не влезает. Но она реально не влезала. То есть, это было невозможно. Здесь раньше была ванна. Она стояла вот так. Ну, как обычные эти малютки. Крошечная раковина. Крошечная. И туалет был прижат к стене. Но так жить нельзя. Мне хотелось бы, чтобы я хотя бы мог развернуться в ванной. То есть, вот здесь небольшое пространство, оно появилось. И в то же время здесь есть такие достаточно большие места для хранения. Вот раковина, да? Казалось бы, но здесь достаточно длинные ящики. То есть, все помещается. Ничего при этом не лежит на поверхности. По минимуму. Вот. И внизу тоже. Такой порядочек у тебя. Ну так, да. Стараюсь. Вот. Так же у меня утоплен туалет. Туда. У меня еще. Да, инсталляция. Да, да, да. И я попросил рабочих, чтобы они сделали вот такую полочку. То есть, они могли ее вот так просто вверх вознести, эту инсталляцию. Но мне показалось, что так будет намного, не знаю, удобнее хранить здесь что-то. Конечно. Вот здесь вот у меня спрятаны счетчики. Вот. Ужасно сделаны. Особенно после твоих видео. Могу сказать точно то, что, ребята, вот, если у вас плиточник, про которого вот просто поют дифирамбы, не верьте. Вы должны полностью отдаваться процессу. Каждый день приходите про это, что ванна, ребят, это был просто какой-то кошмар. Я потратил, ну, наверное, на тысяч двадцать сверху только из-за того, что плиточник постоянно делал сколы. И, к сожалению, финальный образ этой плитки тоже вот, к сожалению, с такими вот сколами. Вот здесь, например, есть они. Потому что вот этот вот ящик, который спрятан, он ужасно плохо выдвигается. Плитка постоянно бьется вот об эту плитку нижнюю. Это ужасно. Вот здесь сколы. То есть, если так посмотреть, переглядеться, ну, работа там. Ну, это уже взгляд перфекциониста. Ну, просто, знаешь, я хочу сказать, что чем дороже плитка, чем проще с ней работать. Вот так просто заведено это правило. И вот не очень. Понятно. Это закрывает, не даже не знаю, как называется. Вентиляция, да? Да, только не решетка, но просто для красоты такая классная. Я не видела такой. Вот я тоже не видел. Это вот мне посоветовал прораб. Ну, мне показалось интересно. Вообще, вообще вот здесь все с хромом, да, сделано, но изначально идея была моя, что серая плитка и золото. И, к сожалению, это выходило весьма в копеечку, вставало, поэтому пришлось на этом остановиться. Ну, может быть, в будущем что-то изменим. Так, ну, у нас остался вход. Зеркало на входной двери очень крутое. Ну, это, опять же, было сделано специально для того, чтобы расширить пространство визуально. Вот, коридор так еще больше становится. и что? Ну, больше здесь ничего и нету. Коридора все. А картины? Ну, вот, картины, да. Картины, опять же, Авито. Тысяча рублей, а удовольствие на миллион долларов. Вот. Это тоже картина на Авито. Причем, знаете, можно такие симпатичные, классные картины маслом, старинные. Человек, которым я ее продавал, он даже не знал, кто ее автор, говорит, что эти картины висели в нашей семье просто десятилетиями. И вот я сейчас эти картины продаю, потому что они мне нужны. А мне нужны. Ну, у меня, наверное, последний вопрос. Сколько ты потратил на ремонт? На ремонт я потратила миллион, двести, миллион пятьсот. Вот так. Но вот во всю эту сумму входит телевизор, там, не знаю, картины. Биус прекрасный. Да, биус, подоконники мраморные. То есть, вот во все входит. Да, возможно, это много для такой квартиры. Но могу сказать точно, что я здесь все делаю для себя. Мне здесь нравится, мне здесь комфортно, я здесь хочу отдыхать. Сразу вопрос, который я точно знаю, зададут. Почему не купить квартиру больше на эти деньги? Объясню. Вот, например, я человек, который переехал из большей площади в меньшую. я раньше жил на окраине Москвы в достаточно большой квартире, там было около 50 квадратных метров. Вот, и меня все устраивало, кроме того, что я трачу на дорогу от работы до дома три часа. И я понял, что так жить нельзя, нужно перейти в центр, пусть с меньшей площадью, но зато я буду нервные клетки экономить. Поэтому, да, маленькая квартира, но, знаете, мне нравится, потому что я в нее влюбился из-за вида. Здесь как будто бы я в парке, хотя я в самом центре. Это же индивидуальное решение каждого, все правильно, конечно, хочешь, так и живешь. Саш, спасибо большое. Мои герои всегда дают какой-нибудь совет для тех, кто смотрит этот ролик. Я хочу дать один совет, который мы не дали в самом начале моего ремонта. Даже если, вот, я уже говорил об этом, поют дифферамбы в плиточнику, прорабу, и что они такие классные, все надо сделать, ребята, пожалуйста, вот от начала до конца каждый день контролируйте, потому что многих ошибок можно было избежать и многих недопомниманий тоже. Я вообще не конфликтный человек, но вам же жить в этой квартире, поэтому я считаю, что да, обязательно следите за процессом от начала до конца. Спасибо. И переходите, ребята, на канал к Саше, он ответит там на ваши вопросы в отдельном ролике. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайк, делитесь им, пишите ниже комментарии, задавайте свои вопросы, Александр с удовольствием на них ответит. Не забывайте подписываться на канал, потому что впереди масса всего интересного. До скорых встреч, пока-пока.